Кеха, фаршка не хочешь, а? А ты жареных гвоздей не хочешь, а? Бэкст, 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 он там! Быстрее туда! Когда-то я был грузчиком, разгружал мясо из фургона, чтобы в ресторане была какая-то пища. Но потом я поднялся и начал работать на кассе. Свободная касса! Я не мог выходить из кассы, потому что это была моя рабочая зона. Я постоянно наблюдал, как какие-то бандюганы заходили в наш ресторан. Конечно же, их выгоняли, ловили, сажали в полицейский участок. Но я продолжал всё равно считать деньги. Клал деньги в кассу и пробивал, 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 считал, пробивал, клал деньги в кассу. И так круглосуточно. Дабы успокоиться, я даже купил себе Ларри. Ларри, привет! Как у тебя дела? Да, это мой слизняк. Он очень меня успокаивает и релаксирует. И помогает читать на кассе. Но после того, как я купил Ларри... Дружище, вот ты сейчас вовремя начал убираться перед камерой. Эээ, давайте ещё раз. После того, как я купил вот этого замечательного Ларри, мне сказали, что я на кассе стал допускать много ошибок. И в итоге меня отправили на кухню. Как же я долго мечтал пожарить эти котлетки. Но нет, меня отправили мыть посуду. Я мыл и мыл, я мыл и мыл эту посуду целыми днями. В надежде на то, что когда-нибудь я выберусь отсюда и стану настоящим директором кранки Крабса. Ты даже не представляешь, сколько посуды я перемыл. Наверное, где-то около двух тысяч тарелок. И это всего лишь за один день. Но благо Ларри всегда был со мной. Некоторые считают, что его зовут Гэри, но мне почему-то продали Ларри. Поэтому я его зову Ларри. Это моя антидепрессняшка. Эээ, бандюганы! Ларри, за мной! Достаем наш огненный меч! А ну пошли отсюда! На выход! На выход! Все быстро, быстро, быстро! Вон! Вон с нашей кухни! Сюда запрещено входить. Вот так-то. Вот это я понимаю, жизнь. Но все-таки мне хотелось чего-то большего. И я все-таки этого добился. Теперь у меня есть мега сачок. Нет, не это. Не это я хотел показать, что у меня есть. Блин, тарелка. Где? Да, скутер у меня тоже есть. Эээ. Во! Вот это у меня есть. Лопатка! Ларри, веди сюда. У меня есть крутяцкая лопатка. Да! И сейчас мы будем с тобой жарить. Жарить вот это прекрасное. Мясо. Ты только глянь на него. Хопа! Как оно подкидывается и жарится. Ты только вслушайся в этот звук. И внюхайся в этот запах. Сейчас. Конечно, я еще не приучился. У меня это плохо получается. Я промахиваюсь. Да ищешь ты. Сейчас. Вот так вот надо. Хопа! Какой звук. Какой аромат. Так, дружище, ты что здесь с ванту сам делаешь? Это вообще-то в туалете нужная вещь. Здесь не нужно. Здесь не надо окна мыть. Увиливай отсюда. Увиливай. Со временем я научился подкидывать котлеты профессионально. Давай подкидывайся. Ты что ж такой-то профессионал, блин. Во! Пошла жарень. И знаешь, с какой скоростью я переворачиваю котлеты? Один переворот в час. Хопа! Да. Фейл. Котлеты какие-то фейловые пошли. Понапокупают всякого. Брахла. Но это только в начале. Потом я понял, что такими макарами я долго тут не протяну. И решил использовать такую методику. Хоп. 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 Блин, не перевернулся. Да шо ж. Давай, переворачивайся нафиг. Так, дружище, отойди, ты мне мешаешь. Оп. Давай, котлетосы. Давай, 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 давай. Давай, да блин, чё тут людям мешает? У меня тут котлеты подгорают. Опа, опачки, пошла жара. Фух, вспотел. Или это котлетный жир на мне? Так, опа. Давай, подкидывайся, котлетос. Опс, кажется, ой-ой-ой, я на котлет наступил. Ну, ничего, ничего, сейчас я её поджарю, будет нормальненько, хрустящее, со вкусом моего ботинка. Ну, да. Ахтунг, Ахтунг. Ребята, к нам бадюганы, вооружайтесь. Где мой огненный меч? Так, лей. Крепись. Не дам тебе пройти. Моя туша тебя остановит. Я сейчас вас закидаю котлетами. Давайте, чуваки, выгоняйте их. Вот так, красавцы. Ни одного, ни одного мы не упустили. Всех поймали. Ого, ого. Так, где мой этот, вот эта штука, как она называется? А, это лопаточка. На английский написано, что это шпатель. Но у меня-то лопаточка, я-то знаю лучше, чем эти англичане, что у меня лопаточка в руках. Так, лопаточкой песочницы есть. А, неважно. Короче, я этой штукой умею переворачивать. Котлетасы. Гэри, 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 ты где? Гэри, 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 ты где? Я вижу своего Пэта, точнее, имя своего Пэта, но не вижу Пэта. Лэри, о, увидел. Ты хочешь котлетос? Давай я тебе пожарю котлеточку. А, блин, точно, ты же мясо не ешь. Ты же веган у меня. Опять исчез. Сложная-то профессия, котлеты жарить. Капец. Товарищи, что вы творите? Здесь нельзя стоять. О-о-о. Так, я пойду в другой край. После моих долгих экспериментов с котлетами, я наконец-то научился их быстро подбрасывать. Чтобы прям сочная корочка получалась. Чтобы не подгорала. Чтобы идеальная котлетка получилась. Ты только глянь, как она прыгает. Чпунь, 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 чпунь. А, да, вот это просто сочная котлеточка будет. Кому же она достанется? Наверное, Лэри. Лэри. Лэри, а ну слезь оттуда. Слезь оттуда. Ты что, нельзя твоей слизью там всё обмакивать? И как ты вообще ещё не поджарился на этой плите? Конечно же, после жарки котлет, я ещё оставался на ночную смену, чтобы помыть посуду и заработать побольше деньжищ. Ну, вообще, мне просто хозяин заведения сказал, что чем больше тарелок я намою, тем быстрее, возможно, я топьюсь повышения. Ну вот, последняя тарелочка, и у меня повышение. Ю-ху! У-ху-ху! Да! Короче, ребят, я рано оборадовался. Ну, в общем, я последнюю пару 40 тысяч тарелок очень плохо помыл, и мне сказали, иди на улицу и танцуй возле вывиски Кранки Крабс. Дали вот такой костюм, и сказали, танцуй, привлекай народ! О, божечки! Нет, за что мне это? Капец, это же так позорно. Зато я теперь умею крутить эти винты. Ну, я не знаю, как это называется. О-о-о! Вот это тачка! Дружище! И пускай весь мир подождёт. У меня уже башка болит от этого костюма и от этих головокружительных винтов. В общем, я иду в магазин, потому что я накопил 17 тысяч долларов. Это, в принципе, приличная сумма по моим меркам. И я хочу себе прикупить, конечно же, транспорт. Транспорт, вот, хот-дог. Я всё мечтал о хот-доге. Я, конечно же, куплю всё. Денег вроде должно хватить. Так, покупаю флайн-бургер. Где мой хот-дог Рейсер? Да! Лэри, глянь только на это! Ё-моё, вот это кайфово! Блин, так, подожди. Я ж права не получил. Ладно, буду учиться по мере вождения. Так, проехать сейчас здесь надо. Вот так вот, сосиска пролезла. Отличненько. Ну, отойдите, дайте выехать. Да что ж такое? О, божечки! Слезь с меня, бургер! Танцующий бургер! Вылези из машины! У меня тут сейчас конфуз произойдёт. Да дайте я выйду. Да что ж такое-то? Й-й-й! Нифига себе, вот это скорость! Вот это гонки! Вот это реально хот-дог Рейсер! Жалко, дрифтить нельзя. Й-й-й-й-й-й-й! Тормоза! Упс! Кажется, я не только себя угробил, но ещё и танцующий бургер. Знаешь, это, наверное, будет символично. Танцующий бургер разъезжает на бургер-мобили. О, да! Какой же он огроменный! Слушай, это же просто какой-то тягач! Какой-то КамАЗ! И вместо колёс огурцы! Вообще! Эпичный тягач! Магический летающий бургер! Вперёд! Чё-то я не понял. А чё это я его в руках держу? Я же его не хочу есть. Я хочу на нём полетать. О, да! Ты только глянь, как я по-царски в нём сижу. А ещё, если я вот сюда в ракушку залечу, на жемчуг сяду. Просто царь. Как же это круто! Летать вокруг кранки Крабса. И внюхивать запах жареных булочек и котлеток. Это просто мечта. А ещё я могу убраться наверху. Но, по крайней мере, протереть здесь пыль. Наверняка здесь давно никто не убирался. Прочистить не знаю что-нибудь здесь. Ну, труб, конечно, здесь нету. Туалетов тоже нет. Ну, просто вот так вот поделать. Я, короче, тут бежал, бежал, смотрю, у чуваков тут шляпа лежит. Я так полагаю, они денег хотят заработать. Ну, может, кто-то прохожий тут ходит, кидает им монетки. Я решил им помочь. Встану вот тут, потанцую, может, им больше монеток накидают. Чуваки, извините, это тухлый номер. Так что давайте сами, без меня. Ты когда-нибудь видел бургер, который моет тарелки? А я вот видел. Смотри-ка, прикинь, сам мою. Ладно, мою, я ещё и котлет могу переворачивать. Ты только глянь. Бургер, который переворачивает котлеты. Это просто может порвать заголовки любых газет. Просто разнесёт пуканище всем. У нас здесь прям целая бургеромойка. Ты только глянь. Тут уже два бургера моют. Причём я, кстати, только сейчас заметил, что у нас костюмы бургеров, ну, такие покусанные. Видимо, голодные прохожие иногда очупывают от нас кое-что. Оуе, повышение. Итак, меня повысили до менеджера, который мотивирует сотрудников. О боже, у меня есть мегафон. Но я его обычно называю орала. И мне нужно орать на своих подопечных. Вот это мечта. Вот это жизнь. Орать на всех. Просто орать и кричать. И тебе за это платят. Офигеть. Вот это мечта. Работай. Лучше мети. Лучше это, какого там? Лучше протирай окна. Лучше мети. И ты тоже мети. А ты протирай воздух. Кто тут еще? Протри моего Гэри. Лучше переворачивай котлеты. Хотя здесь никого нету. Эй ты, посуду мою хорошо. Мой хорошо посуду. Так. Так, всем убираться. Че у вас так много моет стекла? Эй, у вас слишком много моет стекла в одном месте. А ну разбежались. Блин, меня не слышат. Ко мне на помощь прибежал еще один менеджер. Но это никак не спасает. Капец. Я попробую с другой стороны. О, третий менеджер прибежал. Нифига себе, сколько нас тут. О, на одного подействовало. Это хорошо. Ребята, нас атакуют. Доставим все мечи. Бандюганы. Я вас сейчас заору. А какого фига я вообще мечом их бью? Солдаты. Работники. Быстро сюда. Атакуйте. Останавливайте их. О, молодцы. Красавцы. Всем выпишу премию. Фух. Какая потная, сложная работа. Я устал уже орать. Ну, в общем, ребята. Я наорался вдоволь. Я даже не представляю, что будет дальше, ребята. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какая профессия после кричащего вот такого вот менеджера. Стоит ли продолжать играть или нет. В общем, если вам понравилось, то подписывайтесь на канал. Если вы еще не подписаны, ставьте лайкосики и оставляйте свои комментарии. Всем удачки. Пока. И до нового видосика. Всем работать. Работать говорю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова